Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрея Горгуленко мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Праздник для жителей Пятой Просеки. Сегодня там торжественно открыли территорию вокруг озера Леснуха. Больше 850 малышей в ближайшее время пойдут в детский сад. В Самаре прошло распределение мест в дошкольные учреждения. Самый нежный и добрый праздник. Многодетных матерей сегодня чествовали в Самаре. И сами знают правила, и других научат. В Самаре прошел конкурс юных инспекторов дорожного движения. Глюкофон, дудки и аккордеон. В Самаре прошел концерт фольклорных коллективов разных национальностей. В лесопарковую зону рядом с озером Леснуха пришла цивилизация. На Пятой Просеке появился сквер. Жители обратились в городминистрацию с инициативой облагородить территорию. Долго ждать не пришлось. И вот спустя пару месяцев здесь уже могут отдыхать родители и дети. Сергей Кизоркин вернулся с торжественного открытия сквера. Теперь в крупные парки Самары, вроде Загородного и Гагарина, семья Злобиных будет ездить только по большим праздникам, рассказывает Наталья. А для ежедневных прогулок вполне подойдет новый сквер рядом с озером Леснуха. Здесь появилась площадка, построенная в виде террас, скамейки, фонари и детский аттракцион. Конечно, очень нравится то, что вот именно здесь вот дорожки, плитку везде положили, ограждение для детей, потому что здесь было достаточно опасно таки для маленьких. И то, что можно спуститься с коляской. Пандус большой очень сделали, можно спуститься с коляской с детским велосипедом. Это очень удобно. И площадка, конечно, замечательная. Так вписывается вот в местную природу. Она не какая-то там вот цветная. Вот именно вот в натуральных таких цветах очень-очень нравится. С идеей создания сквера на пятой просеке местные жители обратились в городскую администрацию. Отклика долго ждать не пришлось. Нашелся спонсор проекта. Подрядчики быстро привели в порядок участок леса вокруг озера. Когда вопрос спонсор пришел с предложением обустроить одну из городских территорий, первое, что пришло, я же говорю, мы обсуждали, это в первую очередь леснуха. И вот этот микрорайон, и одной из центров притяжения должна стать именно была эта территория. Глава администрации Октябрьского района Александр Кузнецов рассказал, что перед проведением основных работ вывезли тонны мусора и сухостоя, снесли ненужные хозобъекты, укрепили береговую линию, появился пирс и небольшая набережная. Нашли возможность, как реализовать этот проект. Безусловно, все это проходило под тесным контролем жителей, которые, в принципе, на пятой просите очень активно себя проявляют во всех социальных инфраструктурных проектах. Мы всегда прислушиваемся к их мнению. Уборка сквера и уход за озером легли на плечи районных властей. Однако и местные жители не хотят оставаться в стороне. Они готовы выходить на субботники, отмечать праздники и устраивать народные гуляния. Еще одна мечта – запустить в водоем рыбу и отдыхать на берегу с удочкой. Благоустройство общественных пространств в Самаре продолжится и в следующем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. В Самаре продолжается распределение детей в детские сады. Комплектация проходит в автоматическом порядке. Какую процедуру нужно пройти, чтобы получить место в детском саду для своего ребенка, знает Мэри Илчан. Больше 850 малышей пойдут в детский сад в ближайшее время. Распределение места в дошкольные учреждения происходят по автоматизированной системе. Все решает компьютер. Специальная программа оперирует данными детей. В ее распоряжении лишь порядковый номер, не указаны даже контактные данные. Эту процедуру распределения в департаменте образования стараются делать ежемесячно. Каждое вакантное место, которое освобождается, сразу предоставляют родителям, чьи дети еще не ходят в сад. Главной задачей родителей было вовремя встать в эту очередь. И в порядке очередности от момента, когда родители заявились в МФЦ, эта процедура идет. Понятно, что у нас есть категория внеочередников, категория первоочередников. То есть все согласно регламенту, который действует уже ни один день, ни один месяц. О предоставлении места для ребенка родителям сообщают специалисты детсада по указанному в заявлении телефону. Родителям, которые получат направление, нужно в течение 10 рабочих дней явиться в выбранный сад и оформить письменное согласие. Поскольку моя дочь является очередником в садик, мы, конечно, мандраж испытываем, ждем того счастливого часа, когда нас зачислят. Поэтому я считаю, что это справедливо, это хорошая процедура, это правильно. Чтобы попасть в списки очередников, родители должны оставить свои заявки на портале образовательных услуг. Они могут выбрать до пяти дошкольных учреждений. Но чтобы изменить свой выбор, а также внести дополнительные данные или исправить неточности, необходимо обратиться в ближайшее МФЦ. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. Больше ясельных групп в Самаре прошло заседание общественного совета по вопросам образования. Одной из основных задач нацпроекта «Демография» – обеспечить 100% детей до 3 лет местами в дошкольных учреждениях к концу 2021 года. Как будут увеличивать количество ясельных мест, выяснила также мэри Елчан. Впервые в Самаре приобретут в муниципальную собственность готовые помещения, чтобы разместить в них ясельные группы детских садов. На эти цели в городской казни предусмотрено 194 миллиона рублей, из которых 165 – средства федерального и областного бюджетов. Напомним, одна из основных задач национального проекта «Демография» – обеспечение 100% детей до 3 лет местами в дошкольных учреждениях к концу 2021 года. Для ее решения в Самаре создают дополнительные места для малышей. С начала года в дошкольных учреждениях дополнительно открыли 60 мест. Сейчас рассматривается возможность выкупа четырех помещений для создания ясельных групп на первых этажах домов. Одно из них находится на улице Физкультурная 103. Там могут разместиться пять ясельных групп для 82 детей. Как отметили эксперты, помещения находятся в хорошем техническом состоянии. Все те помещения, которые были комиссией просмотрены, которые мы посетили, они могут быть рекомендованы администрацией города для приобретения. Только при условии, если эти помещения в полном соответствии всем законодательным нормам. Дополнительное учебное пособие по предмету «Окружающий мир» может появиться у начальных классов. Оно будет называться «Дневник юного эколога». Специалисты отмечают, что это важно для экологического воспитания детей. Школьники научатся раздельному сбору мусора и бережному отношению к природе. Сейчас экспертам необходимо изучить содержание нового пособия и провести внешнюю экспертизу. Только после этого его внедрят в образовательный процесс. Дневник юного эколога – это проект, который в большей мере должен быть ориентирован на формирование у детей опыта, практической деятельности и знаний в области охраны окружающей среды. На заседании общественного совета показали возможную новую модель аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений. Она представляет собой портфолио тестирования и защиту стратегии развития образовательной организации. Как считают специалисты, такой метод аттестации станет одним из факторов профессионального роста преподавателей. Мэри Илчан, Николай Епифанов, События. Главное слово в каждой судьбе. В Самаре в 25-й раз отметили День матери и чествовали многодетных матерей, которые воспитали пять и более детей. Торжество прошло в Самарском театре оперы и балета. Подробнее в репортаже нашей съемочной группы. Лучшим из многодетных матерей Самарской области сегодня вручают знаки отличия. Материнская доблесть первой и второй степени. И награды губернатора. Рейса Сергеева среди главных героинь праздника. Она вместе с мужем воспитала пятерых детей. Все они взрослые и успели обзавестись своими счастливыми семьями. А значит, признаются женщины, детей вырастили достойными людьми. Чтобы мир сохранить, надо, чтобы дети были дружные, друг друга уважали, уважали взрослых, чтобы всегда царила любовь. В Самарской области за 10 лет количество многодетных семей выросло в два с половиной раза. Способствуют этому и меры поддержки со стороны как федерального, так и областного правительства. В том числе национальный проект «Демография». Для молодых семей предусмотрены деньги на покупку жилья, ежемесячные пособия при рождении первого ребенка. В следующем году появится и новая мера – подарок новорожденному. Забота о семьях с детьми, о детях, которые растут, рождаются, учатся на территории Самарской области, она, безусловно, является одним из основных приоритетов в работе губернатора и правительства региона. У нас более 100 тысяч семей в Самарской области получают различные виды социальных пособий. Честовать многодетных матерей, достойно воспитавших своих детей, давно стало доброй традицией. В Самаре праздник «День матери» отмечается уже 25 лет. С подарком для гостей выступил арт-проект «Тенора XXI века». Андрей Грегуленко, Максим Гусев. События. Те, кто ковал победу за станками и в полях. В Самаре прошел концерт для тружеников тыла и ветеранов труда. Выступали музыканты и самодеятельные коллективы. Наш корреспондент поговорил с теми, кто прожил военные годы. Инесса Мордовина пережила все военные трудности в детские годы. С теплотой вспоминает маму-труженицу тыла, связистку. Отца, который погиб на фронте. И сегодня женщина пришла с подругами на концерт для ветеранов тыла. А самое страшное воспоминание Инессы Мордовиной – эвакуация из родного города в 1943 году. «Немцы, знаешь, останавливают нас. Толупы снимают. Нас четверо. Я самая старшая была. Снимают, подошли, но ничего. Не расстреляли, ничего. Пожалели. Это не эсэсовцы были». Концерт, а также показ документального фильма с хроникой войны прошел по инициативе активистов ОНФ. Звучали военные песни, выступали местные коллективы и музыканты. Сказали труженикам тыла теплые слова и школьники. Наша категория, наша категория тружеников тыла внесла большой вклад. Работали на заводах, работали на полях, не щадя, как говорят, своего здоровья, своего времени. Безусловно, делали все. Мы не грустили. Мы не грустили. Мы понимали, что надо помогать родине. Положить этот мостик взаимоотношений и дружбы на благо жителей региона между нашим старшим поколением и той молодой, активной, школьной, вузовской молодежью, которая сегодня, собственно говоря, и встает на вахту во имя того, чтобы Самара Куйбыш всегда была городом и областью лидером. Поддержка тружеников тыла всесторонняя. На концерте представители регионального правительства рассказали, что в этом году 184 ветерана получат квартиры за счет областного бюджета. Уже заложены средства и на ближайшие три года для того, чтобы обеспечить жильем всех тружеников тыла, проживающих в регионе. Для Самары и для Куйбышева труженики тыла – это особая категория людей, которым, конечно же, удивляется большое внимание. Была проблема обеспечения жильем. И эту проблему мы, собственно говоря, решаем с помощью тех средств, которые выделены по решению губернатора Самарской области и по решению Самарской губернской думы. Активисты ОНФ обещают, будут и дальше поддерживать тружеников тыла. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Производители одежды, обуви, косметики и питания собрались в одном месте. В экспо «Волге» прошла выставка продажа «Сделано в Самаре». Это необычный проект. Он связан со всем, что производится, создается, готовится и носится на территории города. О том, как поддерживают малый и средний бизнес в Самаре, знает Мэри Илчан. Творюхи от Андрюхи. 15-летний сын Марии Таубис Андрей придумал год назад рецепт диетического творожного десерта. Тогда парень мечтал о навороченном компьютере. Заработать на него решил сам. Сейчас идею парня подхватили родители и активно развивают ее. Поначалу, рассказывает мама, пекли дома, а сейчас в своем цехе. Продукция юного пекаря продается в более чем в 15 магазинах Самары. Это диетический десерт творожный из творога, яйца, зеленого яблочка, семян чеа, которые ешь и худеешь. Отраслевая выставка «Сделано в Самаре» была инициирована Департаментом экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, утвержденного указом президента России Владимиром Путиным. Главная цель – привлечь внимание самарских потребителей к местным товарам и услугам. «Безусловно, мы в нашем городе оказываем консультационную поддержку. У нас также есть форма имущественной поддержки, есть грантовая поддержка. До 2 декабря мы еще принимаем заявки на получение грантов, на понесенные затраты. Те производители, те предприятия, которые оказывают услуги и находятся и зарегистрированы на территории городского округа Самара, могут заявиться и до конца года получить грант до 350 тысяч рублей». В выставке приняли участие представители различных сфер бизнеса – туризм, легкая промышленность, здоровье и спорт. Экспоненты провели для всех желающих мастер-классы и показы дизайнерской одежды. Кроме того, посетители смогли получить консультацию по видам поддержки малого и среднего бизнеса. Мэриэл Чан, Максим Гусев, События. История Самары в исследованиях школьников. В Самаре прошли Челышевские чтения. Это научно-практическая конференция, на которой учащиеся из 20 школ представляют свои доклады об истории Самары. Новое о городе узнал и наш корреспондент. Не школьная работа, а целые научные исследования. Девятиклассник Максим Глизнев вместе с друзьями изучил историю одного из самарских памятников архитектуры. Дом на Молодогвардейской 6 когда-то принадлежал мещанину Поташину. Здесь размещалась его собственная лавка. Максим с одноклассниками прочитал несколько книг, где была информация о здании. Нашел его нынешнего владельца и нарисовал чертеж. Итог – доклад на Челышевских чтениях, которые прошли в 16-й школе. Это было очень интересно, особенно пообщаться с владельцем дома. Он нам все подробно рассказал и выслал информацию. Челышевские чтения проходят уже шестой раз. Это научно-практическая конференция, на которой школьники представляют свои доклады об истории Самары. Посвящена памяти Михаила Челышева, известного жителя Самары, владельца доходных домов. В этом году в конференции приняли участие более 100 школьников. Каждый прошел строгий конкурсный отбор. Их работа оценивает строгая жюри. Оно способствует формированию тех патриотических чувств. Гордость за родной край у каждого школьника, который принимает участие в этой конференции. Потому что, наверное, школьники – это тот возраст детей, когда все интересно, все хочу знать. Оно необходимо для того, чтобы знать историю, потому что люди, которые не знают историю своего города, они не могут развиваться дальше и понимать истоки вообще, куда мы идем и что мы дальше будем делать. Победителям вручили сертификаты. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мишканцов. События. Далее, коротко о других темах дня. Исполняющим обязанности министра энергетики ЖКХ Самарской области назначен Михаил Татаринцев. Он занимает в ведомстве пост заместителя министра. Напомним, возглавлявший министерство Сергей Марков пересел в кресло главы Новокуйбышевска. Он вступил в должность в минувший понедельник. В одной из самарских больниц обнаружен подозреваемый в коррупции, начальник отдела досудебного регулирования налоговых споров УФНС номер 2 Виталий Арефьев. Все это время его искали следователи. По их версии, 6 ноября подозреваемый получил от представителя фирмы 100 тысяч рублей и еще муляж с двумя стами тысячами рублей. Предположительно, Арефьев собирался в качестве взятки передать эти деньги должностным лицам в Москве за незаконную перерегистрацию тольяттинской фирмы на территории столицы, а также за незаконную смену директора организации на лицо с иностранным гражданством. Действия налоговика пресекли сотрудники ФСБ, после чего его объявили в федеральный розыск, так как он не явился на допрос. Но выяснилось, что Арефьев все это время находился в больнице, где ему сделали операцию. Кинели, 14-летний парень, надел белую маску, в руки взял топор и вышел на улицу. Размахивая оружием, он бросался на машины и ломился в дома. Очевидцы произошедшего тут же вызвали полицию. Но поймать разбушевавшегося подростка удалось не сразу. Он попытался скрыться. Когда дебошира задержали, выяснилось, что его знакомые и раньше замечали за ним странности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Самарской области в следующем году изменится размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего трех лет. Пособие увеличат на 300 рублей. С 1 января оно составит 10 868 рублей. С начала следующего года также изменится и величина среднедушевого дохода. Он составит 29 706 рублей. Такой размер установят для того, чтобы определить число тех, кто нуждается в выплатах на третьего ребенка. Тем, у кого среднедушевой доход выше этого значения, выплаты назначаться не будут. Региональные власти придумали, как привлечь молодых учителей для работы в села. Планируют давать земельные участки в районах, где требуются педагоги. С такой идеей выступили представители партии «Единая Россия». Свои предложения они отправили на рассмотрение в Губернскую думу. Сейчас в школах 21 района губернии не хватает 133 учителей. При этом у них нет возможности получить жилье по месту работы. Сильнее всего в учителях нуждаются школы Хворостянского, Приворского и Ставропольского районов. Они обучат правилам дорожного движения не только сверстников, но и сказочных персонажей. В Самаре прошел конкурс «Агитбригад юных инспекторов движения». Школьники с помощью сценок, песен и спектаклей напоминали, почему важно соблюдать ПДД. Я тоже повторил обязательные правила. Почетные удостоверения и яркие жилеты. В Самарском городском штабе юных инспекторов движения новобранцы. Среди них Марина Голотовская. Девочка признается, дорогу переходит только на светофорах и переходах. В машине всегда пристегивается. Теперь этому будет учить и других детей. Она точно знает, каким должен быть юный инспектор движения. И будет стараться соответствовать этому образу. Ответственным, умным, сосредоточенным, сильным. Также, чтобы никогда не растерянным был. И соблюдал правила дорожного движения. Представление новых юных инспекторов – только приятное вступление перед конкурсом школьных агитбригад. Его проводят сотрудники ГИБДД совместно с городским департаментом образования. Школьники представляют сценки и мини-спектакли, посвященные ПДД, знакам, светофорам и поведению детей у дороги. Жюри оценивает в выступлениях как творческую, так и информативную часть. Самое главное, отмечают эксперты, при подготовке к конкурсу дети навсегда запоминают правила дорожного движения. Все прекрасно понимают, что знание права дорожного движения и должное поведение на дороге – это залог безопасности и сохранения жизни и здоровья в частных дорожных движениях. Чтобы наши дети, которые подготовили вот такие свои творческие выступления в интересных формах, смогли еще разучиться, погрузиться в эту тему, в тему обеспечения безопасности дорожного движения, вникнуть в нее, взять из нее самое ценное и важное, что жизнь – это самое главное, что у них есть, ее надо беречь. Всего в конкурсе приняли участие 180 детей из 18 учебных учреждений. Жюри определяет победителей в двух возрастных группах – младший – с 1 по 6 класс и старший – с 7 по 11. Лучшие команды будут представлять Самару на областном конкурсе. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Баскетбольная команда из Подмосковья выиграла у Самары. В МТЛ-арене прошел домашний матч горожан против Руна Баскет. О первом поражении действующего чемпиона Суперлиги от дебютанта чемпионата расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Хотите знать о самарском спорте и спортсменах как можно больше – смотрите «Самары ГИС». Баскетболисты Самары споткнулись о Руна Баскет на родном паркете в МТЛ-арене. Падение оказалось громким и ошеломляющим. Как для игроков и тренеров, так и для болельщиков. Первые три четверти горожане проиграли вчистую – 16-21, 16-20 и 20-27. Семиматчевую победную серию прервал дебютант Суперлиги. Команда из деревни Голикова между Химками и Зеленоградом в Московской области. Настроил тренер, сказал, что нужно обязательно выиграть и дать бой. Но сегодня у нас, видимо, получилось немножечко больше, чем мы выполнили наконец-то установку тренера. Сделали то, что он просил и получается, что выиграли. Чемпионы страны – баскетболисты Самары – отправились от психологического удара только под финал матча. Но было уже поздно. Сирена возвестила о поражении горожан при счете 86-97. Такого спортивного унижения команда не испытывала уже давно. А тренер «Руны» Олег Акулов объяснил – успех просто. Несмотря на то, что в начале игры мы не забивали практически трехочковых бросков, мы достаточно успешно атаковали и давили в зону в трехсекундную, набирали оттуда очки. Я думаю, что вот это и является, прежде всего, тем фактором, который повлиял на результат. То есть командная дисциплина, постановка на игру была выполнена. Не помогла Самаре победить и результативная игра Александра Лавникова – 17 очков. Антон Глазунов набрал 19, 23 – на счету Владимира Печкурова. А вот североамериканский защитник Баден Яксон не смог помочь команде в полной мере ни в защите, ни в нападении. В копилке всего 7 очков. Главный тренер взял всю вину на себя. Я должным образом не настроил игроков на эту игру. Игра была проиграна в первой половине. Мы потом пытались что-то взять, но соперник почувствовал уже кровь, почувствовал атаку. Все лидеры сыграли, кого мы разбирали, те нас и наказали. Реабилитироваться перед болельщиками самарцы попробуют на выезде. Их ждут дальневосточные команды. «Восток-65» из Южно-Сахалинска, пятый в чемпионате страны. И лидер турнира «Спартак-Приморье» из Владивостока. Игры пройдут на следующей неделе, 27 и 30 ноября. «Самара» пока на втором месте. Это были «Самарские новости спорта». Я Сергей Кизоркин. До встречи в эфире и на спортплощадках города. На этом наш выпуск завершен. Мы рада вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!